Привет, братцы! Вы давно про это нам писали, вы давно просили Звездные войны от худшего к лучшему, но проблема была в том, что я их не смотрел, и вот, наконец-то, я их посмотрел, да, спустя столько лет, но я готов разложить все по фактам. Я заранее извиняюсь за то, что выпуск, вероятно, будет не самый большой, не самый развернутый, потому что мы сейчас готовим параллельно очень много итогов года, и тяжело успеть все сразу объемно, потому что там будут объемные видео, но если вы хотите больше разговоров по Звездным войнам, то залетайте в нашу группу ВКонтакте, где вполне вероятно будет спешл по Звездным войнам в этом месяце, мы, конечно, не обещаем наверняка, но вполне возможно он будет, а сорваться он может, потому что, ну, я не уверен, что в нем сможет принять участие Владимир, тут такая история приключилась. Петь, то, что ты в детстве не смотрел Звездные войны, а сейчас их все посмотрел за неделю, не дает тебе права говорить одними цитатами. Абсолютная власть. Петь, еще один раз, и я ухожу с канала, я не шучу. Да пребудет с тобой сила. Да ты уже второй свитбок заглатываешь, остановись. Ты недооцениваешь мою мощь. Я это вообще себе взял, отдай. Ты был мне как брат. Я любил тебя. У тебя нет светого мяча, Петь. Я все сказал. Эй, а свитбокс-то отдай. Со всего мира поистине неисчерпаемый ассортимент сладостей, ведь в мармелад-шоу Америка, Европа, Азия, мармелада, печенье, шоколады, леденцов, конфеты, отовсюду сотни видов, множество других топовых сладостей, также напитки, газировки, вкусняки, ностальгические, из 90-х, зука, юпи, лапы, с, конечно же. Не знаете, что выбрать, если свитбокс? Берите крутейшие сладости магазина, в нем собраны и конфеты с непредсказуемыми вкусами, бинбузлт и самые кислые в мире токсик вейст внутри могут быть. Станет отличным подарком для друзей и любимых свитбокс на Новый год, особенно как подобает празднику, упакуют его и толпиться в торговых центрах в очередях диких не придется. Доставят очень быстро, круче вдвойне будет праздник, скидка, поэтому промокоду 10% не определились, если... Эй да, дай ты мой свитбокс, ты куда пошел? А еще на франшизу заявку на сайте оставить можно и дел, в городе своем открыть, почитайте вариант, ищите если... Пробежимся по правилам перед началом. Мы составляем список не на основе своего мнения, а по оценкам четырех сайтов о кино, двух зрительских и двух критиканских. Усредняем бал критиков, усредняем три оставшихся балла, эта цифра и определяет итоговое место, но наше мнение, конечно же, тоже будет, и оно будет крайне эмоциональным, опасайтесь. А еще в список вошли только полнометражные фильмы, так что не ждите мультсериалов и Мандалорца, тем более, что он еще до конца не вышел, оценка у него падает, хотя он претендует на третье место, но его не будет. А меня зовут Петр, поехали! Десятое место. «Звездные войны. Эпизод первый. Скрытая угроза». Открывает топ худший фильм франшизы по мнению всех сайтов, кроме Кинопоиска. Не секрет, что у нас любят трилогию приквелов на Западе, к ним отношения гораздо прохладнее, и критики совсем не в восторге. Та серия набирала обороты, и первая часть стала совсем-совсем разгоночной. Главная проблема первого эпизода в 2019 году — просто катастрофический графен. Не в пример какому-нибудь Гарри Поттеру или Властелину колец, выходившим с разницей в пару лет, скрытая угроза практически не использует аналоговые эффекты. Маски, кукол, декорация уповает на несовершенную компьютерную графику, из-за чего местами выглядит просто отвратительно и несерьезно. Есть и проблемы, которые были заметны не только в 2019, но и 20 лет назад. Например, невероятно странная цепочка событий, которые героев сперва заводят на Тутуин, затем там задерживают, а затем оттуда выводят. Точно ли ставки на гонку были лучшей из доступных идей? Навряд ли. Ну и традиционно у Лукаса мы еще поговорим об этом довольно специфические диалоги, которые даже в дубляже звучат слегка неловко, а уж в оригинале их просто разбирают на мемы. Так, что-то еще, что-то еще мы могли забыть? Что-то ушастое, бесячее, тупое и косноязычное. Джа-Джа Бинкс. Это просто какая-то катастрофа. Кому, кому показалась хорошей идеей вводить в довольно ладно написанный серьезный фильм персонажей из российской комедии? Каждая сцена с ним становится неловкой, а его еще и намеренно пихают в кадр как можно чаще, и он постоянно что-то портит. Так вдобавок ко всему он еще и нарисованный, а нарисовано в этом фильме почти все плохо, из-за чего ситуация становится только хуже. Ну да ладно, хватит с минусами, у первого фильма есть и плюсы, за которые его, например, готовы простить у нас. Во-первых, вся трилогия приквелов интереснее и старой, и новой вайбами политического триллера. Конечно, кто тут злодей, а кто герой, понятно, с самого начала, но смотреть за тем, как Палпатин плетет интригу, какие рычаги давления и хитрости используют, чтобы получить власть, чертовски интересно. Помимо этого тут классные актеры, Нисан, Макгрегор и Бортман хороши, классная гонка есть, даже несмотря на графенистость. Ну и третий акт с битвой довольно ладно скроен, кроме сцен с Бинксом. Также тут один из лучших в серии саундтреков, а также первая в серии классная драка на световых мечах. До этого все выглядело довольно пресно. Ну и именно как приквел работает история круто. Становление героев очень хорошо обосновано на каждом шагу, а линия Энакина и Мамы задает действительно мощный уровень драмы следующим частям. По моему ощущению, обновленный визуал, хотя и сильно страдающий из-за компьютерной графики, потрясающий саундтрек и очень интересные именно события, а не то, как они написаны, мы про это еще дальше поговорим, вот это вот все делает скрытую угрозу фильмам вполне достойным просмотра. Девятое место. Хан Соло. Звездные войны. Истории. Наверняка вы чертовски удивлены, что он спасся с последнего места. Я, честно говоря, тоже. История этого фильма с самого начала пошла куда-то не туда. Бесконечная смена режиссеров и сценаристов, проблемы с кастингом и главным актером. По новостям с припродакшена складывалось полное ощущение, что кино проклято. Спин-офф про Хана Соло ждали, наверное, с самого его первого появления на экране, но закрадывается мысль, что некоторым персонажам лучше оставаться яркими на втором плане. Ну, либо это была конкретная проблема этого фильма, потому что он получился попросту недостаточно ярким для своего героя, слишком культового для такого проходного проекта. Ну и, конечно же, Олден Эренрайк это ни разу не Харрисон Форд, а яркость остального каста при этом уже не имеет такого значения, хотя они в порядке. И в итоге все пошло настолько плохо, что фильм от Диснея по Звездным войнам рухнул в прокате. Вы представляете себе это? По одному из самых популярных, самых любимейших персонажей в истории кино они смогли сделать кассовый фильм. И это настолько сильно ударило по планам студии, что она завернула все остальные спин-оффы, а все примерные планы перенесла на стриминги. Восьмое место. Звездные войны эпизод 2. Атака клонов. И еще один приквел на низких местах, и у вас уже наверняка давно есть вопрос, где, черт побери, новая трилогия? Мы ждали ее здесь. У меня, честно говоря, тоже есть этот вопрос, но пока что и МДБ, и критики продолжают плотно обрабатывать трилогию нулевых. Зрители за бугром продолжают жаловаться на слабый сценарий, слабую режиссуру и кучу лишних персонажей на пару минут. Ну и с критикой этого фильма я, пожалуй, скорее склонен соглашаться, потому что Лукас гениально продумывает события, у него гениальные линии, но при этом написано это все далеко не так же блестяще. Атака клонов наследует минусы первого эпизода, но исправляет лишь часть из них. Снова ужасная графика, снова тугие диалоги, легендарный в западном интернете монолог о песке вообще стабильно ставит в десятки худших. Казалось бы, Джаджи Бинкса в этот раз жестко сократили, но дали ему всего одну роль, которая заставляет, в принципе, сомневаться в адекватности всех героев этого фильма. Как-как ему можно доверить, представлять кого-либо в Сенате, чё они объелись? Плюсы, конечно, тоже на месте. Классный визуал по части фантазии, а не исполнение, классные новые локации, взаимодействие Оби-Вана и Энакина, хотя последнего и ругают за слабую актерку, но у нас дубляж скрашивает это дело. Это не чувствуется так сильно, как за рубежом. Но главное, эпизод классно справляется с передачей ощущения, ух, что-то будет за счет линии с мамой Энакина и любовной линии с Падме. По итогу, главный плюс Атаки Клонов в том, что она очень атмосферная, неоновые кадры в начале, моё уважение, а также она подготавливает очень хорошую базу для триквела, о котором мы еще поговорим. Седьмое место. Изгой-1. Звездные войны. Истории. А вот тут, пожалуй, самый поделивший мир фильм нового времени. Кто-то просто ненавидит это кино, кто-то готов простить ему его минусы за его достоинство. Давайте разбираться, в чем же дело. Основные претензии довольно традиционны для новых фильмов. Чрезмерная глупость сюжетных деталей. Недостаточно интересный герой и попросту скучно. С другой стороны Ринга выступают крайне непривычная атмосфера, общая мрачность повествования и неоднозначность персонажей. Для кого-то перевешивает вторая сторона. Из-за экспериментальности многих вещей, особенно в сравнении с седьмым и восьмым эпизодами зрители, готовы простить логические дыры. А кто-то как начал замечать их с самого начала, с момента, когда беглецу, чью жену убили у него на глазах, доверяют делать главное оружие вселенной, так и высадился с историей и скучал. Что касается моих личных ощущений, я готов простить изгой его косяки за наконец-то атмосферу полноценного взрослого кино, где один из протагонистов может убивать из-под тяжка, потому что он не герой-шпион, где добро и зло не просто максимально огрубленные полярности, а смешивающиеся стороны конфликта, где само сопротивление дробится и разделяется на группы. Конечно, многое тут могло бы быть лучше, и многие вещи могли бы быть логичнее, но есть истории, которые могут впарить тебе сюжетную дыру по-тихому, а есть истории, которые только из них и состоят, и даже не скрывают этого. Ну и плюс персонажи мне понравились, и когда ты начинаешь сочувствовать герою, даже если он не совершенно написан, это способно вытащить любое кино. Так что, как ни странно, это в принципе говорить, вы еще поймете почему. Изгой 1 ловит мой лайк. И, кстати, про спин-оффы, братцы, залетайте на наш второй канал, там уже вышла вторая кинобитва, в этот раз с Культасом. В этом фильме полный дебилизм происходит, но очень красиво. Но это изи. Я это знаю. Не надо меня ему присылать. Как вы и просили, она покороче, и мы поправили еще пару штук, о которых вы писали в комментариях, так что ссылка в описании, после этого видео залетайте, смотрите. Шестое место. Звездные войны. Последние джедаи. Вот сейчас, когда вы обрабатываете только что услышанное, у вас наверняка возникает в голове один вопрос. Как? Как? Как ты там оказался? Ну, все очень просто. Критики в восторге от последних джедаев. Они ценят прогрессивный социальный посыл, потрясающий визуал и неожиданные сюжетные повороты. Но простые зрители не согласны с ними ни капли. Худшая оценка в России. Одна из худших на Западе. И вот с этими баллами я, пожалуй, куда более склонен соглашаться, чем с критиканскими. Да, визуал действительно восхитительный. Несколько сцен можно распечатывать и вешать на стену вместо картин. Но по части истории последние джедаи плавают в таких вонючих заброшенных болотах, что даже Йода постеснялся бы там скрываться. Эпизоды и посылы противоречат друг другу. Персонажи ведут себя вопреки всем своим персонажным характеристикам, и зачастую просто как идиоты. И, конечно, во всем этом просматривается, что создатели хотели что-то сказать, но, во-первых, что? А во-вторых, какой ценой? Новые персонажи все еще не чита старым даже близко. Даже если бы у старых был один фильм из трилогии и только молчаливая сцена в нем, вот настолько все плохо с новыми персонажами. Ну и плюсом идет неприкрытая жадность фильма, тех же поргов. Джедай суют так неуместно и так нарочито, что титр... Тут, кстати, реклама нашего мерча был бы вполне кстати. Я бы закидывал восьмой эпизод куда-нибудь поближе к концу, потому что так высоко ему делать определенно нечего, особенно впереди приквелов, дающих ему сто очков форы. Пятое место. «Звездные войны. Эпизод 3. Месть Ситхов». По этому поводу я могу сказать только одно. Какого черта так низко? По моему ощущению и субъективному, личному ощущению, «Месть Ситхов» должна быть, ну не знаю, ну как минимум безоговорочно первой. Субъективно, конечно, но это, пожалуй, самый крутой фильм во вселенной. Он технически лучше крепких оригиналов и сценарный лучше любого нового фильма в разы. У него, как минимум, есть яйца. «Месть Ситхов» мрачная, напряженная и местами даже жестокая, но всегда очень уместна. В ней есть действительно мощный нерв, который не прикрыть никакими минусами. История соблазнения властью. История об убивающем страхе и действительно захватывающий переход на темную сторону, поданный, как вполне крепкий психологический триллер. Классно завернутый политический детектив. Здесь, как никогда в приквелах, удачно удивляющий. История о бездействующем добре и его застывании. История о сводящей с ума любви и предательстве дружбы. Короче, в плане идей «Месть Ситхов» отрывается гораздо круче любого другого эпизода. Она ощущается под завязку, наполненной мыслями и посылами, в отличие от новой трилогии, легковесной и простенькой. А, да, и еще тут потрясающий экшен, неубиваемый даже все еще специфической графикой. И они, наконец-то, заткнули Джа-Джа Бингса. Ну да, западные зрители и критики снова занизили оценку третьему эпизоду, что не позволило ему залететь в призовую тройку. Хотя, несмотря на это, даже там оценили триквел получше, чем первые две части. Баллы на порядок выше. Основные претензии все еще скверно написанные линии и диалоги в плане конкретики, а также посредственная игра центрального персонажа Энакина. У нас его немножко тянет дубляж, и в оригинале он действительно звучит не так внушительно. Хотя называть его игру прям посредственной у меня все равно не выходит. Но придраться к тому, что Абиван выше, и поэтому у Скайуокера нет шансов, хотя мы помним вот этот эпизод, вполне можно, так что и претензии нелюбителей, и эпизоды грешащих на логические дыры довольно объяснимы. Но, несмотря на все это, именно мощнейшая персонажная история выбивается из всех минусов настолько сильно, что мне лично очень жалко, что этот фильм в середине. Дальше-то как бы оригинальная трилогия, что в целом заслуженно, но есть и еще один клиент, который явно должен быть в этом списке ниже, чем месть ситхов, но мы до него еще дойдем. Четвертое место. Звездные войны эпизод 6. Возвращение джедая. Из оригинальной трилогии первый сходит с дистанции последняя заключительная часть, и, пожалуй, это объективно и по делу. Несмотря на всю свою значимость для трилогии и, по идее, катарсисовость, финал оригиналов ощущается слишком простеньким. События в нем делятся буквально на три этапа. Узнали, что делать, полетели делать, достолкнулись с парочкой трудностей, но сделали. Конфликт вообще уезжает с основной линии, чтобы показать 20-минутный блок с ходячими плюшевыми игрушками. Как-то это все не по-финальному. Месть ситхов в этом плане последовательнее, да даже новый эпизод в чем-то последовательнее. Тут же линейность предыдущих частей уже ощущается утомительной, а гранд-финал как будто проходит мимо. Ну и решающая дуэль Вейдера, Палпатина и Скайуокера сейчас просто куром на смех. Время ее совсем не пожалело, и выглядит она очень странно. Вообще удивительно, как кульминация при всей своей значимости, при всех крутейших событиях, которые в ней есть, умудрилась оказаться настолько пресной. Ее, конечно, все еще интересно смотреть, и в ней есть главное чувство ламповости характерной оригинальной трилогии, но точно ли именно эти события должны были происходить в кульминации одной из важнейших трилогий в истории? Сомнительно. Так, на этом месте мы немножечко вдохновились духом критики, но сейчас в перебивке я принимаю Азверин, и меня бомбит смотреть бесплатно, без СМС. Третье место. Звездные войны. Пробуждение силы. Бомбит, ребята. Откровенно бомбит. Возможно, такой эффект у меня возник из-за того, что я смотрел все части подряд, а не с перерывом в 10 лет, поэтому пробуждение силы не вызывает у меня никакой ностальгии, и остается только конкретное содержание, которое тут просто позорное. Новый главный герой — это трэш. Рэй написано как будто 10-летним школьником, хотя даже в 10 лет можно было бы смутиться от такого героя, а по ходу фильма все время возникает ощущение, что ты отвлекся и пропустил пару сцен, в которых персонажи развивали отношения, потому что вот приходит момент, где они влюблены, или лучшие друзья, но почему? Что к этому вело? Я как будто пропускаю кат-сцены в игре, из-за чего сюжет куда-то уплыл, и остался только крутой визуал и экшен, но это же, блин, не Call of Duty, что происходит? Стык после мести ситхов, это выглядит, как если после бедной, но крутой постановки Шекспира посмотреть «Дорогущий капустник на России 1» по мотивам советского фильма, да, можно словить чувство а-ля «Вау, это же тот герой и то место», но гнилой нутро никуда не девается, ну и то, что «Пробуждение» обходится с оригиналами как «Ирония судьбы 2», это тоже ужасно. Но про это вы можете послушать в одном из предыдущих видео про испорченных персонажей по всплывшей плашке. Как вы понимаете, я бы «Пробуждение силы» даже близко к призовой тройке бы не внес, даже в верхнюю середину побоялся бы вставлять плотное десятое место из десяти. Вот его вердикт, но на Западе зрители чего-то объелись, а критики так и вовсе объелись одной вполне определенной субстанцией, но да не будем об этом. Возможно, все дело именно в контрасте мрачных сложно сбитых приквелов и простеньких линейных новых частей. Объективно, конечно, они потрясающе выглядят, в них приятно видеть старых актеров, некоторые сцены вне контекста выглядят впечатляюще, но в контексте это все такая чудовищная муть, что, слава богу, я не ждал этой части десятилетиями, как некоторые фанаты. Ладно, ладно, пойду выпью успокоительного, трехлитровочку, и мы вернемся разыграть два первых места между двумя самыми первыми фильмами. Второе место. Звездные войны эпизод 5. Империя наносит ответный удар. А вот и самый неожиданный поворот. Я уверен, что вы ожидали вторую часть всей франшизы на первом месте, потому что, ну, Люк, я твой отец, и все такое, но... Империя наносит ответный удар. Объективно, фильм с одним из самых знаменитых сюжетных поворотов в истории кино. К сожалению, адекватно оценить его у меня не получилось ровно по этой же причине. Это слишком известный сюжетный поворот. Без него тут можно отметить смелость создателей, не каждый раз в фантастике увидишь такой мрачный финал, отсечение конечностей, и запаковывание героев в бетон на целую часть. Ну и также тут есть действительно классный для своих лет визуал. Ну, а сейчас от него осталось непередаваемое чувство ламповости. Возможно, это исключительно мое ощущение, но у меня фантастика 80-х со своими крайне косячными и корявыми куклами и эффектами вызывает не раздражение, как плохая графика приквелов, а скорее умиление. И тот же Йоды, те же роботы, все это попросту приятно видеть. Плюс, конечно, химия оригинального трио, Люк, Ле, Хан, абсолютно непередаваемые. Они сидят в образах как влитые, и в их взаимодействие безоговорочно веришь, как будто это твои друзья, в отличие от... ну да ладно. Сейчас, конечно, сюжет части ощущается слишком простым, а некоторые вещи просто наивными. Например, завязка, в которой Люка вырубает какое-то ходячее чучело, и на этом минут 20 выстраивают интригу, это не особо работает. Но расширение вселенной первого фильма и продуманность конфликта и мира восхищает этим славны первые шесть фильмов, сделанные под руководством Лукаса. Мне, в принципе, добавить больше нечего. Погнали, обсудим победители. Первое место. Звездные войны эпизод 4. Новая надежда. И самый первый фильм занимает первое место. Такое у нас в От худшего к лучшему было, по-моему, один раз. Можете удостовериться вот тут, по всплывшей штуке. Там плейлист с От худшего к лучшему. Можете посмотреть все выпуски. Абсолютно понятно, за что. Это создание вселенной. Это попросту эпохальный фильм, изменивший Голливуд, извернувший все так, что спустя пару десятков лет этой же франшизе прилетают последствия. Впрочем, не об этом. В заслуге новой надежды стоит записывать буквально все, о чем мы говорили до этого. Решение по визуалу и локации. Гениальные задумки Лукаса от цветовых мечей до философии. Мир, легендарный кастинг, потрясающая музыка, которая до сих пор актуальна и дает фору 99% франшиз. Все это родилось именно тут. Сам сюжет просто безобразие. И именно от того легендарен. Сейчас его в половине книг по драматургии разбирают как базис хорошей истории. А для жанра блокбастера и фэнтези это и по сей день образец, который не все могут хотя бы просто повторить. Мои личные ощущения чуть более сдержанные, потому что фильм довольно сильно состарился визуально. И он не то, чтобы тащит истории в какие-то моменты. Например, третий акт, это практически целиком экшен на самолетах в космосе. И смотреть сейчас на это не очень интересно. Но потрясающее ощущение чего-то эпохального, к чему ты прикасаешься, это классно. Это на все деньги. И такое бывает очень редко. И, как правило, это тайтлы на века. У меня, например, такое было с Гарри Поттером, Властелином колец, Игрой престолов. Компашка, как сами понимаете, топовая. Ну и надо сказать, что у пятого эпизода зрительские оценки действительно повыше, чем у четвертого. Но критики сделали разницу чуть-чуть больше. И за счет этого два, в общем-то, равных фильма распределили свои места именно вот так. Да, вот какая-то такая неожиданная развязка получилась в этот раз. Да и весь топ, если честно, в целом кислотный, потому что он не совпал с моими ощущениями очень сильно. Более того, местам я вообще не мог предугадать, какой фильм всплывет, а какой потонет. Критики какие-то невероятные баллы выставляли. Зрители по невероятным причинам ненавидят фильмы. Напишите свою десятку, как вы бы распределили эти фильмы по местам. И обязательно клацайте лайк вот там внизу, кнопку подписки тоже прожмите, не забудьте и колокольчик, потому что колокольчик довольно сильно влияет на просмотры. И можете залететь в наши соцсети и на наш второй канал. Вот тут можете посмотреть вторую кинобитву, в которой снялся Культас. Обязательно посмотрите ее. А пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok